Девушки отдыхают Я пропала Что страшного у вас следований? Они пожелали умолчать об этом Произошел несчастный случай Все забудется Поверь мне Да, как же Сегодня в школу приходила мама Сия Обрушилась на меня с угрозами Тахир, что мне делать? Если это попадет в мое дело В школу меня уже не возьмут Я не могу прийти, ты не видишь? Мы зашиваемся Приди на 10 минут Братишка Нужно решить насчет цвета и декора Выскажи свое мнение Выберешь образцы А потом сразу же вернешься Я ничего не понимаю в цвете и в декоре Пусть будет молочного цвета Пусть кофейного, кремового Как проголодаемся, съедим Меня это беспокоит, Ильяс Умер А меня ничего не беспокоит Вокруг одни только беспокойства Мы отмажем тебя перед отцом Заберем тебя на полчасика А потом тут же привезем Ребята, сегодня правда не получится Я вообще не знаю, когда получится В последнее время все идет наперекосяк Я ничего не могу поделать Ильяс Что, папа? Как закончишь, приходи, помоги нам Ладно, отец Минут через 10 Давайте выйдем Кахир, где ты пропадаешь? Шеф, прости Я принес ключи Прошу Ключи зачем? Ты поймешь со временем, шеф Держи Сынок, послушай Эти события очень неприятные Я не понял, что ты в ту ночь хотел сделать Но я знаю, что ты добрый И всех пожалеешь Правда, это было кстати Я бы в одиночку не справился Нельзя было бросать девушку на улице Фатма не впустила бы ее домой Решение ты принял правильное Ее отец едет, он в пути Для нас эта тема будет закрыта Наконец-то Тебе не нужно бросать из-за этого работу Папа Я отлучусь ненадолго Может, Тахир хочет выговориться тебе? Я вернусь, когда он уйдет Что происходит? Что у вас за неприязнь? Ты поймешь со временем, шеф Девушки отдыхать Семь-зелен Семь-зелен Тахир Семь-зелен Семь-зелен А? Семь-зелен 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 Патмианне, нет. В этом году. В этом году. Я ничего не могу сказать. Пойду, Таире. Айчаевский дом. В день, когда вышел, в доме, в доме, в доме, в доме. Ты олево. Я иду беду, в доме, и я буду. Положила пару вещей Удостоверение и бумажник, все там Большое спасибо Прости, что я тебя в это впутал Тахир Я верю, что Айча не виновата В этом доме очень любят судить людей Из-за одного только слова Уж простите, если мы не можем угодить вам Госпожа невестка А что это у тебя за сумка? Тахир, как тебе не стыдно заявляться в наш дом? Все в порядке, мама Фатма Эти вещи Айчи Вы же не хотите, чтобы в вашем доме лежали вещи той, кого вы так ненавидите? Не лезь в дела нашей семьи со своими куриными мозгами Ильяс, где ты? Мне нужно срочно увидеть тебя Знаешь закузочную в Бадамли? Мы напротив Смотрим помещение Приходи Хорошо, приду Друг Что случилось? Что с вами? Ильяс, мы же видим, что у твоего отца с Тахиром что-то случилось Ты от нас скрываешь? Расскажи, братишка Что произошло? Ты который день сам не свой? Расскажу, расскажу Расскажу Тахир влюбился в мою невестку А невестка водит шашни с этим Зятем Асье Тесть заявился к нам И наши выставили Айчу за дверь А этот глупец додумался отвезти Айчу к себе домой Кто-то ранил ножом зять Я не знаю, кто это сделал Но им как-то удалось замять это дело Дальше рассказывать? Невероятно Вы за шкирку его приволокли? Хоть переоделся бы Вы решили время зря не терять, ребята Так, что нужно решить? Мы должны были обсудить цвет, декор Стойте, сначала успокойтесь Давайте выпьем пиво Поедим что-нибудь Я еще даже не обедала Заказать сюда или сходим куда-нибудь? Я схожу куплю А вы подсвечайтесь Все сегодня на взводе Я тоже схожу и помогу ему Ладно Ты выглядишь уставшим Да, я устал Ты не обязан так жить? Ты же знаешь Как тебе этот цвет? Вот этот, желтый Куда направляешься? Я подвезу тебя К механику Салиху Госпожа Фатма попросила томатную пасту Хорошо, садись Пусть будут кричащими Как мотоцикл Чем ярче будут краски, тем лучше Конечно Стены мы покрасим желтой А соседнюю стену сделаем в клетку Как стартовый флажок Что скажешь? Хорошо Слушай, а в этом углу Мы разместим крутящийся станок А на него поставим какой-нибудь голубой бочонок Создадим обстановку мотодрома Будет классно На нашей фабрике есть старые мотоциклы Получится стиль ретро Привезем их Отлично Помнишь старинные шлемы, которые раньше надевали мотогонщики? С кожаными наушниками Так Первые шлемы Если надеть такие на официантов Я попрошу сделать такие Это неплохая идея